Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за Мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Кольцо или перстень – это красивое украшение, а все люди любят украшаться. У этого украшения есть история, связанная с посланником Аллаха, алейсалату вассалям. Носить кольцо является сунной. Когда человек носит кольцо с намерением следовать пророку, алейсалату вассалям, то с момента его одевания выполняется сунна, и за это верующий получает награду от Аллаха. Есть одна история про кольцо, связанная с пророком, алейсалату вассалям. Когда посланник Аллаха, алейсалату вассалям, пожелал отправить письма к общинам и правителям того времени, некоторые из подвижников ему сказали «О посланник Аллаха, ни арабы не принимают письма без печати». После этого пророк, саллиллаху алейсалату вассалям, сделал кольцо с надписью «Мухаммадам Расулуллах». Мы получили из действия пророка, алейсалату вассалям, очень удивительный урок. И каждому следует понять этот момент. Во-первых, пророк, саллиллаху алейсалям, сталкивался со всеми документами, протоколами, в которых нет противоречия религии и Корану. А следовательно, не запрещено следовать законам государства, в котором мы живем, быть законопослужными гражданами. Пророк, саллиллаху алейсалям, принимал их правила и действовал в соответствии им. Во-вторых, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейсалату вассалям, пожелал сделать для себя перстень, чтобы ставить печать, то нанес надпись на него. Это показывает важность человека, организации. А перстень пророка, саллиллаху алейсалату вассалям, был с очень простой надписью «Мухаммад – посланник Аллаха», то также несет в себе глубокий смысл, поясняющий важный аспект, что Мухаммад, саллиллаху алейсалям, принимал откровения от Аллаха. Кроме того, в надписи на перстне была соблюдена важная этика. «Мухаммад – посланник Аллаха». Эту надпись читают, начиная с именем Мухаммад, но когда стали писать на перстне, то соблюли этику и, учитывая степени, наверху написали «Аллах», затем «посланник», а в самом низу – Мухаммад. Если сегодня кто-либо желает написать лозунг, в котором есть упоминание Аллаха, то пусть вспомнит, как пророк, саллиллаху алейсалям, поступил при этом. Каждый должен это понять, извлечь для себя важный урок, чтобы все – лозунги, объявления, работа, организация и другое – всегда были связаны с хорошим намерением, с правильным пониманием сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейсалям. Когда пророк, саллиллаху алейсалям, стал носить кольцо, он сказал «Смысл – не делайте печать, как у меня, и не давайте прозвище, как у меня». Этот перстень использовался для решения важных государственных вопросов. Недозволительно делать печати с лозунгами, как у других. Это будет считаться подделкой, обманом. Во время Усмана бин Афана, когда возникли проблемы, иудеи сделали печать, как у Усмана, и решали вопросы, используя ее, вследствие чего возникла смута, а пророк, саллиллаху алейсалям, запретил так делать. Пророк, саллиллаху алейсалям, носил кольцо из серебра и запретил мужчинам носить золото. Золото запретно для мужчин, будь это кольцо, браслет или любое другое украшение. Однако носить серебро является сунной. До нас не дошло, что пророк, саллиллаху алейсалям, носил два кольца одновременно. Он носил только одно кольцо, и оно было с драгоценным камнем или просто из чистого серебра. Он любил носить кольцо на правой руке, а в большинстве случаев на мизинце. И таким образом, чтобы драгоценный камень был обращен к ладони. Есть и другие версии относительно этого. Пророк, саллиллаху алейсалям, перед тем, как войти в баню, снимал кольцо, потому что на нем было имя Аллаха. Ученые говорят, что эту сунну должен выполнять каждый желающий войти в баню или в отхожее место. В один из дней, когда пророк, саллиллаху алейсалям, сидел со сподвижниками, он пошевелил кольцо и, сняв его, сказал «Я на кольцо смотрю и на вас смотрю». Поэтому, когда человек находится среди людей, общается, не нужно отвлекаться на кольцо, часы или телефон, поскольку в этом в какой-то мере выражается неуважение к собеседнику. Посланник Аллаха, саллиллаху алейсалям, когда заметил, что кольцо отвлекает, снял его и убрал до окончания беседы со сподвижниками. Кольцо пророка, саллиллаху алейсалям, сподвижники после его смерти сохранили и дорожили им, использовали для решения вопросов. После Абу Бакра и Умара это кольцо перешло к Усману. Оказывая почет кольцу, он брал его всегда с собой. В один из дней это кольцо упало в колодец рядом с мечетью Куба. Туда спустили водолазов и несколько дней искали его, однако безрезультатно. Некоторые сподвижники говорили тогда, открылись врата смуты после того дня, то есть потери кольца. Это еще одна мудрость от Аллаха для нашей уммы. Это простая сунна, но по сути своей великая. В сунне пророка, саллиллаху алейсалям, нет чего-либо ненужного. В сунне все имеют высшую степень, так как это связано с величием пророка, саллиллаху алейсалям, возле Аллаха. Когда верующий поймет эти тонкости, то это укажет на познание слов Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.